Нам обещают впереди гремучий змей. Настоящий американский туалет. Экологическая катастрофа, локальная. Это не паровоз. Домики, как гномики. Всем привет, с вами Балканский Бомж. И второй выпуск нашей замечательной новой передачи про крутковращение. Предыдущий никто не посмотрел, но мы не расстраиваемся и снимаем следующий. Сегодня мы с вами в Алиндо, музей нефти. Нефть здесь начали добывать еще в конце 19 века. Появилась первая скважина, которая, кстати, до сих пор качает нефть. Представляете, в 1897 появилась, а сейчас 2023, и она до сих пор качает нефть. Ну пойдем посмотрим, что тут еще интересного есть. Музей, кстати, бесплатный, так как эта передача у нас про активности в Лос-Анджелесе и окрестностях для нищебродов. Смотрите, какая маленькая бэби-вышка. То есть вот даже я маленький, она, наверное, еще меньше. Написано Shell Oil Company. Вроде как настоящий. Я тоже думал, что игрушечная модель оказалась настоящая. Вот эта Yenta, вот зеленая штука, стоящая на черненьком, это паровой насос. Да, то есть он работает на пару. А вот это вот сзади, это не паровоз. Это портативный паровой двигатель, чтобы эту зеленую штуку питать. Вот такую, вот такой портативный, заметьте. А вот эта вот чудесная машинка, напоминающая какой-то советский газон, она в 50-х использовалась, чтобы что-то доставать из этих скважин. Ну, видимо, что-то уже отработавшее. Ну, а вот то использовала в самом начале века. Десятые, двадцатые годы. Согласитесь, какая разница? Вот это 50-е уже практически современность. А это десятые, двадцатые. Прям как будто, я не знаю, история-история. Ну, пойдем дальше. О, автомобиль, посмотрите какой. Он немножко ржавый, но я думаю, ничего страшного. И, к сожалению, на нем написано, что не трогайте его. Да, 24-го года, Ford Model T. Ну, выглядит сурово. Заметьте, руль у него деревянный. Сидение прям диван. Как волк в своих видео мечтает про те автомобили, когда там были диваны. Наверное, имелось в виду Ford Model T. Самая первая нефтяная скважина на этом месте. Alinda Oilwell номер один. Да, в 97-м году, в 897-м, ну, то есть в 1897-м, конечно же, пробурено, как я уже сказал. И смотрите, тут написано, что она приносила поначалу 50 бочек нефти в день, а сейчас примерно 2. Так что, это скорее музейный экспонат, но удивительно, что до сих пор работающий и приносящий нефть. Ну и звуки интересные производят, слушайте, я никогда таких звуков не слышал. А вот это, господа, маленький топливный фильтр, примерно как в вашем автомобиле, для того, чтобы нефть отфильтровать от натурального газа, который поступает вместе с ней. Ну, вот тут написано. И еще какие-то различные интересные детали. Цветочки здесь плачут по добытой нефти. Вот эта вот огромная штука, чтобы вы поняли, что она огромная, во-первых, сзади дом, а во-вторых, вот вышечка, а вот она. Использовалась для глубоких-глубоких скважин до 8 тысяч фит. Это где-то 2,5 тысячи метров. Причем использовалась вот именно эта до начала 60-х годов. Я предполагаю, что в России где-то до сих пор такие используются. Напишите в комментах, что я не прав. А вот эта вот фигня была, чтобы шахты не взрывались, когда нарываются на сжатый газ. Пойдем посмотрим, что вот это за колеса такие. Вообще, конечно, интересно, что еще в начале 60-х годов в Штатах использовались вот прям вот такие вот деревянные все. Вот сейчас вы видите его в масштабе по сравнению со мной. Я, конечно, небольшой, но оно просто гигантское. Вот эти вот ржавые штуки, это бурильные головки, которыми проделывали, собственно, дырки в земле. Поменьше и покрупнее. Не совсем понятно, что. Почему не совсем понятно? Потому что табличка пропала. Кто найдет, напишите в комменты, что там было на ней написано. Двигатель использовался, чтобы, собственно, крутить скважины и добывать нефть. Причем, заметьте, использовался до 70-го года. Примерно. В нем всего 35 лошадиных сил. Ну, для сравнения, в обычной современной машине что-то около 200. Какая она маленькая, какая она хиленькая. Ну, по сравнению вот с той здоровенной, конечно же. Полуколесико деревянненькое. А вот тут еще за решеткой всякое разное. Посмотрите, какие классные ржавые ключики. Катя сказала, что загнивает очень красиво. Загнивающий запад. Так выглядят туалеты на загнивающем западе. Так что не верьте тем, кто говорит, что у всех унитазы в домах. Вот, вот настоящий американский туалет. Так, ну давайте в него все же заглянем. Откроем крючочек. Какой-то маленький туалет. Да. Видимо, я ошибся. И там мусорка. А здесь вот домик. Пойдем туда постучимся. А пока можем почитать, что он был построен в 2012 году за 2 примерно с половиной тысячи баксов. И работал как офис до 99-го года. Представляете, совсем недавно он стал музеем. Вот написано, что музей таки закрыт. Посмотрите наши экспонаты снаружи. Ну, вот те. Можно посмотреть карту тропы. Она тут есть. Можно посмотреть брошюрку. И можно назначить себе дату тура. А еще тут написано, какие животные здесь живут. Ядовитые змеи и горные львы. Написано, что вы заходите на тропу на свой собственный риск. И просят не кормить диких животных. Ну, тех самых ядовитых змей и горных тигров. Каких тигров? Блин, горных львов. А по-русски, по-моему, кума. Видите ее? Там сидит такая вот черная-черная ящерочка. Наверное, в нефти искупалась и теперь черная. А может быть и нет. Мне было сказано показать вот этот репейник. Он и колючий, хотя и довольно красивый репейник. Катин любимый. Теперь вы знаете, что ей подарить. А здесь вот еще одна бэби-качалка стоит. У меня очень прикольно. Такая маленькая-маленькая качалка. Вообще, если посмотреть по окрестностям, то можно замерить, что вон полно работающих качалок. Вот вы видите две. Вон еще одна. Если внимательно посмотреть, то найдете множество еще. А уж на тех склонах тем более. Какие симпатичные и нежные-нежные цветочки. Согласитесь. Напишите в комменты, как называются. Вышли мы к маркеру 5. Пошли по дорожке. И смотрите, тут настоящая уже большая качалка, активно качающая нефть. Нефтяная скважина номер 104. Это сколько их тут? Минимум 104 получается. А вот трубы, по которым нефть отсюда выкачивают. А вот тут экологическая катастрофа. Локальная. Вот вышечка номер 98. Выглядит довольно старенькой и почему-то не двигается. Как-то объяснить не знаю. Нефтяные дырки номер 110 и 141. Давайте в нее заглянем, например, в 110. Здесь стоит водичка. Я так понимаю, что она законсервирована. Но могу ошибаться. Я в этом вообще ничего не понимаю. Вот, смотрите, мы нашли дупло. Катя думает, что там живет суслик. Давайте произведем замер. У нас тут мерная лента нашлась. Будем искать глубину дупла. Может быть и суслика выведем. На чистую воду. Так. Ага. Все, дальше не идет. Это 40 сантиметров. Это 40 сантиметров. О. Всего же 40 сантиметров. А там она, кажется, в бок уходит. Вот туда вот. Вот туда. Ширина небольшая. Ну, кстати, это 8-7. Нет, нет. Дальше оно тоньше. 6-7 может быть. Странного вида жук. Такой. Что-то он там роет. Кого-то, наверное, нашел и ест. Ты хочешь еще и жука померить? Жук небольшой. 2,5 сантиметра. Здесь живет хищник. Паук. Выглядит красиво, но я их бою. Ой. Он там есть. Видите? Нам обещают впереди кремучих змей. И мы очень надеемся их встретить. Особенно интересный будет ролик, если она меня все-таки укусит. Какой-то зверек. О. Это зайчик. Посмотри. Посмотри на экран. Это зайчик. Вон у него ушки. Нас испугался и убежал туда. Надеюсь, вам тоже видно. Подходим потихоньку к концу тропы. И вот очередная качалочка. Номер 21. Она работает. Заметьте, кстати, что разные вышки, разные системы стоят. Очень интересно. Может быть, какие-то более современные, какие-то более старые. С этим, наверное, связано. А я благодарю вас за просмотр. Надеюсь, вам понравился этот музей. Ставьте лайки. Делитесь этим роликом, чтобы я видел, что просмотров много. И была у меня мотивация снимать следующие выпуски. Пишите комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok